Добрый-добрый-добрый день всем! Микрофон Андрук, это студия Игрокам ТВ. У нас 17.04. Еле-еле созрела команда к тому, чтобы начать. Наконец-то гранд-финал. Кровавую рубку за 3000 долларов. Вдумайтесь в это у нас. Люди, оказывается, на ставках больше проигрывают, чем тут призовой фонд, за который рубятся наши азиатско-австралийские друзья. Ну что, у нас в финале. Тим Малайзия, бывший Оранжи, против команды Кен Сей Уипс. Кен Сей Уипс, по-моему, открытие данного турнира и открытие, наверное, последних, ну, полутора месяцев так точно. Уверенно прошли по данному турниру, дошли до гранд-финала, а на самом деле, вроде бы, команда была вот такая около-аутсайдерская. Ну, Тим Малайзия, понятное дело, там по составчику все великолепно. И Муши, и Куху, и еще ребята, которые нашумели у нас во всех турнирах, которых только можно было нашуметь и допустимо было. Кен Сей Уипс, темные лошадки данного турнира, и они в гранд-финале, поэтому топлю за них просто как полоумный. Со стороны команды Малайзии уже забрали Бестмастера, забрали Шадоу Шамана, Шторм Спирита и Феникса. Тролль Варлорд, Шейкер, Чен и Сайленсер для Кен Сей Уипс. Ну, тут, ребята, мастера удивлять по вопросам пиков, по вопросам их реализации, поэтому жду пятого полоумного пика, чтобы все, в принципе, было по фэншую для Кен Сей Уипс. Вообще, австралийцы показывают интересную, грамотную доту, на удивление, и реализация пиков тоже достаточно качественная, как-то безошибочно проводят файты. И по сложившейся традиции, думаю, Кен Сей Уипс первую катку все-таки проиграют. Первую проиграют, а потом два раза расскажут им Малайзии, на что они вообще готовы ради трех тысяч долларов. Аж больно произносить такие призовые, но тем не менее. Тем не менее, коллективы собрались неплохие, рубка есть. Тут, я так понимаю, битва за престиж просто, потому что деньги... Ну, я даже не знаю, на мышке, может, на коврике для мышек, может, купить пару клавиатур или починить старые клавиатуры за эти деньги можно. В общем, тут не денежный турнир, больше, я так понимаю, показаться спонсорам, показаться, возможно, какому-то топ-менеджменту, игрокам различным, и где-то куда-то в какой-то серьезный коллективчик. Да, это, конечно, все неофициально, неофициальные желания игроков, но такие турниры, в принципе, я думаю, более смотровые. Чтобы менеджмент других команд, которые классом повыше где-то мог присмотреть себе, может быть, стенд-ин, а может, официального игрока у нас перетрубация и в Азии, и в Европе сейчас нон-стоп идет. Собственно, это уже, наверное, последние 2-3 года. Ну, и одна из целей, собственно, играть в турнирах, быть на виду, а не сидеть где-то в буткемпе и просто просиживать стулья и протирать райт-клики на мышке. Ну, Кенси Уипс отправляют в баню Дроур Рейнджер последним слотом, и Тим Малайзия забанили у нас Войда. Что у Тим Малайзия вообще по лайнам? Лишрак, Феникс, Шторм Спирит, Шадоу Шаман и Бейсмастер. По пушу у Малайзийцев тут, по-моему, чудеса из чудес. Всего предостаточно, крипов разваливать очень просто за счет Лишрака. Шадоу Шаман у нас отвечает за пуш товаров. Ну, и Леший тоже, понятное дело, где-то, я думаю, левелу к 9-му Диаболики вкачает, и там начнется пуш товаров нон-стоп. Кенси Уипс, Чен отправляется в лес, Шейкер саппортит у нас тролль Варлорда. У меня вопрос по Сайленсеру. А фармящий это Сайленсер или это все-таки саппорт? Ну, на мид лейн поставят ли Сайленсера Кенси Уипс. Вроде страта как бы очень рабочая и функциональная, но тут надо рисковать. Хотя, Никс Ассасин для Кенси Уипс. И теперь... И теперь все более-менее понятно. То ли это 3-4-3 забирает Сайленсера, да. У нас Сайленсер будет саппортить Никс Ассасин. Отправляется на сложную, Чен в лес. Шейкер, куда только Шейкер пойдет? Непонятно. Ну, тогда Шейкеру надо фармить. Кто у нас идет на мид, пока что ситуация не ясна. Чен забирает Шейкера. Чен понятно. Ну, глянем. Тут, конечно, у меня немножко мозг ломается. Что там Кенси Уипс себе придумали. Со стороны команды Малайзии еще игроков не разбирают. Только-только. Кенс Кэмба берет Шторм Спирита. Отправится фармить у нас мид лейн. Феникс, я думаю, отправится в сложную. Или Шрак с Шадоу Шаманом на лайне будут чудеса творить. Хотя и Бис тоже смело может отправляться на сложную. Да, Ухайо берет у нас Бисмастера. Джонни, я так понимаю, либо Биста будет саппортить. Либо-либо-либо пойдет в Триплу. Тоже не проблемный, в принципе. Ну и что же у нас за азиатский турнирчик без отвала игроков еще на старте? Ладно, по героям давайте сразу пробежимся. У кого что есть. Ухайо забирает себе Бисмастера. Джонни будет играть на Фениксе. Куху берет Лешрака. Кеца Кэмба Шторм Спирита. И Шадоу Шаман отходит у нас для Муши. Голдот берет Чена. Идет в лес. Сайленсер для 3-4-3. И саппорт на лайне Туди. Будет на Никс Ассасине стоять сложную. Вейдинг Крэш. Отправится у нас в мидлейн на Тролль Варлорде. И Чейнс забирает у нас Шейкера. Тут теперь, в общем-то, все понятно относительно. Хотя тоже так понятно, что прям непонятно. Неужели у нас Чейнс будет фармить на Шейкере? Или все-таки произойдет свап? Ну ладно, пока у нас не вернулся Вейдинг Крэш. В принципе, ситуация на место не останет. Ну как минимум у меня в голове. Там-то ребята уже давным-давно разобрались. Кстати, по поводу Вейдинг Крэша. Вошел, по-моему, как стенд-ин идеально в состав команды Кенси Уипс. Все у него получается. И такое ощущение, как влитой, короче говоря, сидит в этой команде. Гармонично слишком вписался. Все нормально. Страты через него идут великолепные. Все получается. Я так понимаю, не просто стенд-ин, а стенд-ин, который тренится, тренится. Еще раз тренится вместе с командой Кенси Уипс. Потому что слаженность у них, ну, действительно такая, которой можно поучиться любому юному и не очень юному дотеру, у которого руки разделяются, ну, так, где-то на две части. Чейнс поменяется или не поменяется? Скорее всего, я думаю, все-таки Чейнс, да. Чейнс вполне может на лайне пофармить Шейкером. Это тоже не проблема. И еще раз говорю, Кенси Уипс постоянно удивляют своими пиками. Это что-то где-то из пабов. Пабов, конечно, элитных, но тем не менее. Ну, а Ведин Крэш зачастую играет у нас... Да, на мидлейне, в принципе, стоит Ведин Крэш. С его приходом Чейнс у нас переместился на фармящих героев. И сейчас забирает себе Шейкера. Поэтому смело можно думать, что Шейкер у нас будет фармить. Пускай. В составе команды Эмпайр Йоку у нас на Шейкере играет в сложной линии. И ни у кого никаких претензий уже нет. Гляди, у нас в тренд войдет фармящий Шейкер. Там где-то хвост в свое время в пабах катал. Да и вообще брали... Брали, в принципе, где-то в пабах и брали где-то и в профессиональных играх этого героя на фарм. Ну, там больше, конечно, легкая наркомания у Нави в пике происходит с этими Шейкерами. Вроде как устаканилась игра. Ну что, пауза затянулась. Пауза затянулась. Давайте я вам расскажу, какой у нас путь был у команды Кенси Вейпс. Она меня гораздо больше интересует здесь, чем Малайзия. Кенси Вейпс в свое время разорвали Айдилл 2-0. Потом наказали команду Минески. Наказали команду Минески совершенно вообще... Как это называется даже? Я литературно не могу сказать. Ну, пускай так в безапелляционной форме. Там Минески сгорели в третьей игре, в решающей игре Best of 3. Сгорели из-за страты вообще из пяти мидеров. Но Сквопа с тремя нул-талисманами фармила лес. Потом вышла и закончила игру 13 или 14-1. Шторм фармил на легкой. Тинкер Мид. Там сложная Бэтрайдер и Феникс у них был. Короче говоря, чокнуться можно было от таких пиков. И сборки были абсолютно невменяемыми. По-моему, у Тинкера там что-то вроде как Мекки появлялось. И что? И что? В итоге 49-17. Они наказали команду Минески. Очень популярную, в принципе, команду в азиатском дивизионе. Дальше настала очередь команды Invasion. Та же история. Первую игру Кенц и Уипс сливают. А две следующие выигрывают. И выигрывают одну, по-моему, минут за 20. Вторую там немного попотели. Но тоже с ощутимым преимуществом. Я думаю, что здесь, наверное, ситуация повторится. То, что было два раза, наверное, будет и три. Гениальная философия по Пауло Куэлью на игрокам ТВ. И я подозреваю, что малазийцы первую катку могут взять. А потом, собственно, Кенц и Уипс ответят. Ну, может, в принципе, так и не быть. Все. Тролль Варлорд у нас вернулся. Вейдинг Крэш меняется, да, с Шейкером. Все верно. Поменялись. 3-4-3 забирает себе Шейкера. Туди берет себе Никса Ассасина. Чейнс будет фармить на Сайленсере. Вот теперь посмотрим, как все это будет выглядеть. Хотя Вейдинг Крэш смело может в трипло отправиться и исполнить мою мечту. Сайленсер покупает себе Нул Талисман и покупает себе Танго. Не бустят его. Есть подозрение, что пойдет на легкую линию. Если бы пробустили на два Танго, то вопрос вообще бы снялся. И понимали бы, что Сайленсер пойдет у нас в мидлей. Ну, скорее всего, Тролль Варлорд отправится все-таки в мид. В сложную пойдет Туди. Шейкер. В сложную пойдет Туди. Не иди туда. Ну, скорее всего, Никс Ассасин отправится у нас в сложную линию. А 3-4-3 потом переместится. Завардит где-то там на руне кого-то подконтролит и уйдет. Охайо на Бестмастере. Лунной походкой подходит к лесу команды Кенси Уэйпс. Все, отлагал у нас Охайо. Опять в женском халате Шторм Спирит. Это какое-то наказание для меня. 4 дня и уже по ночам просыпаюсь, вскрикиваю от внешнего вида этого Шторма. Дизайн такое ощущение, что какой-то Юдашкин проектировал вообще этот жутчайший наряд на Шторм Спирита. Ну, ребятам нравится. В принципе, любят посмотреть. Я так понимаю, игроки на такие невменяемые вещи. Ну, пускай. Последнее обновление. То, что помоднее, то, в принципе, у нас на Шторме и надет. Хотя визуально, конечно, глаза хочется вырвать и уши себе ими заткнуть, чтобы не наблюдать, не слышать и не представлять даже такого Шторма. Ну, ладно, это опять же мое личное мнение. Может быть, это где-то там и красиво со стороны команды Малайзии. Может, в Малайзии вообще люди так ходят на улицы. Мы же не знаем. Куху отправляется на Лешраке на топ-лейн. Формящий Леший у нас на топ-лейне. Помогает ему Шадоу Шаман. Муши вместе с Куху. Ультра супер дамажащая, опытная и сверхкрутая дабла у нас на топ-лейне со стороны Малайзии. В мид Ведин Крэш на Тролль Варлорде. Нижний лайн для Туди. И должны, я так понимаю, что там с Шейкером. Шейкер отправляется на собственную базу немножко. Ману пополнить. Чейнс у нас стоит пока на сложной. Будет против этой даблы стоять. Кстати, у Чейнса нормальные шансы здесь. В принципе, можно двум интеллектуалам рассказать сказки. Отправляется еще и 3-4-3 у нас к Сайленсеру. Ну и пока по лесу ходит Голдот, ожидаем скорейшего выхода. Все, и оставили в соло у нас Туди на легкой линии. У Туди проблем по факту быть не должно. Но Феникс и Бистмастер, нет, не думаю, что нас особенно зацепят здесь Никс Ассасина. Главное получать Экспириенс. Можно даже зарыться где-то в деревьях. Получить 6-й левел. А дальше этим интеллектуалам все, что необходимо отвесить. Ведин Крэш на Мид Лейне. 4 на 0 у него Крипстат. Против него Страшная Женщина Шторм Спирит. 7 на 1. По Крипстату на втором месте у нас Охайо. Охайо уже 7 на 7. Но не подпускают Никс Ассасина. И нормально держат линию Малазийцы. Тут, в принципе, я думаю, что не увидим мы каких-то активных действий с одной и с другой стороны до выхода Гоудота из леса. Как только Гоудот наберет себе нормальную пачку зверей и с ними появится на лайне, тогда, собственно, экшен... Если, опять же, никто не ошибется. Но так, в принципе, до выхода Гоудота экшена особого быть не должно. Или до появления 6-х левелов. Что тоже, в принципе, вполне вероятно. Феникс занимается только тем, что мешает Никс Ассасину жить. Толком не дамажит, но отгоняет от крипов. Экспириенс обрезается. Обрезается возможность вообще фармить. И Никс у нас вообще пока без крипов. Первый крип у нас для Туди. Вот это поперло, а. У Вейдинг Крэша на мидлейне 8 на 1. Штормат 13 на 3. Не просто стоит здесь Вейдинг Крэшу. И неудивительно. Тут, в принципе, через Римнан, через пассивку. И пассивка у нас Максит Кецекомба. Все, в принципе, по гайду. Лешрак вообще стоит в соло. Ходят у нас куда? Вышли у нас втроем на Вейдинг Крэша на мидлейн. И уходит он отсюда. Джонни немножко у нас спугнул Тролля. Тролль отошел. Муши тоже пришел абсолютно безрезультативно. Да, Троллю немного там где-то подожгли что-то. А так, в принципе, результатов никаких. Результат скорее положительный для Кенса Уипс. Потому что Вейдинг Крэш уже на линии. А Муши продолжает у нас гулять по лесу. Второго левела. Шадоу Шаман ничего еще из скиллов не прокачал. Все ситуативно, я так понимаю, будет вкачиваться. И Вейдинг Крэш. Рейлинг Наксис на... Шторма. Ну и Шторму, в принципе, фиолетово. Банка летает. Банка обузится. Уже есть тапок у нас у Шторм Спирита. А вот Роль Варлорда тоже где-то там тапок должен быть. Нет, Вейдинг Крэш покупает себе Боттл. Чейнс на паузу ставит. Не отваливайся. Чейнс живи. Отпять отпали. Ладно, 3 минуты 20 секунд. Глядя у кого что появилось. Да, у Бестмастера 900 на руках. Тапок есть. Скоро появится... Да что там у него появляться может? Ну, в принципе, наверное, ПТ и появится. У Бестмастера по фарму, в принципе, ситуация комфортная. На первом месте вообще у нас у Хаю 23 на 12. У Джони на Фениксе по фарму вообще пустота полная. Ну, ждет пока накапает. На артефакты у Лешака на топ-лейне 11 на 1. А что там у Сайленсера? У Сайленсера 13 на 3. Сложная линия для команды Кенси Уипс. Гораздо легче, чем она для Лешрака. Номинально легкая, но по факту Даблойта Лешрака у нас загоняют и отправляют пока погулять в лес. Муши уже должны здесь возвращаться и хоть как-то статус-кво восстановить. Что это за дело? Лешрака отправляете в легкую, и Леши там терпят, вынужден уходить в лес. И тут бомжей этих собирать по лесу. У Шадоу Шамана пустота. У Шторм Спирита. В Курьере ничего не лежит. Так, в принципе, Нул Талисман, Боутсов Спит и Боттл. Сайленсер. Должен себе что-то уже дабы принести. У Чейнса есть, Нул Талисман есть тапок. Базовые артефакты уже имеются. Тут, в принципе, так особенно его и не зацепишь. Себе дороже, тем более по Таверле. Есть тролль Варлорда. Лежит Боттл в Курьере. Есть на руках 1 Рейсбенд. Ну и, конечно же, 2 Айрон Брэнша. Это залог на успех, умноженный на 2. Боутсов Спит и ничего больше у них с Ассасина. 460 на руках, у Шейкера тапок и у Чена 230 летит ему Боутсов Спит в Курьере. Вейдинг Крэш, кстати, Мэджик Стик еще себе приобрел. Тут, в принципе, лишним не будет против Шторма. Шторм, опять же, спамит у нас ремнантами. По ХП Шторм не проседает, а Курьер гоняется только благодаря тому, что Шторм постоянно юзает у нас ремнанты и постоянно дамажит через пассивку беднягу Троля. По золоту, вообще по графикам, 1000 по голде Тим Малайзия, по экспириенсу чуть менее 200. В общем-то, это не считается. ФБ у нас не было, выходов у нас не было. Собственно, чего вообще мы ждем? Не считая того, что мы ждем, когда отожмут паузу Кэнси Вейпс. Ждем шестого левела от Шторм Спирита. Только появится шестой левел, тогда можно будет уже врываться в Троля более-менее как-то осмысленно. Не так, как Муши вместе с Джонни подошли и просто посмотрели на отходящего Троля, разошлись обратно в свои стойла на лайн. Ну и здесь, конечно же, Сайленсер просто обязан получить шестой левел. Какие-то дагера у Шейкера тоже должны появиться, но это будет существенно. Позже, до этого еще дожить надо команде. И если я говорю дожить, я тут не просто как метафору использую, а может такое быть, что и Шейкер у нас закончит игру вообще без дагера. Все, паузу отжали, так у меня немножко лаги были, все вроде ситуацию исправили. Куху постепенно выходит на лайн. Немножко с опаской и в принципе правильно делает, Сайленсер тут зажравшийся Леш Раков прощать не будет. Как только Леший зайдет у нас немного дальше, получит Фессуру, а там один из Фрок знает, что вообще с Лешим может случиться. Ну и опять же нормально Чейнс фармит. У Чейнса 18 на 5, у Куху 18 на 2. Куху стоит в легкой, а Чейнс стоит в сложной линии. На ранних левелах Сайленсер в принципе расположен к фарму, не через Глоевы, но по интеллекту не проседает сильно, но у Талисман есть, тут даже еще один, наверное, не будет лишним. Ну или опять же в ПТ пойдет у нас Чейнс. 3-4-3, тоже кое-какое экспы насобирал, но маловато, правда, всего лишь второй с лишним левел, немного до третьего осталось. У Туди 7 на 1. Вышли у нас на Охайо, сетка пошла в Охайо, стану от Шторма, ой, точнее от Кентавра, будет ли нет. Да, Охайо у нас застанили, но здесь Туди, невероятно сильно проседает от Спиритов. 3-4-3, Фессура пошла в Охайо, закрыли, кривовато, закрыли, Джонни через кусты отсюда уйдет. Ну и выход от Гоудота первый случился, то, о чем я говорил. Вменяемый экшен случится только, когда Чейнс появится на линии. Ну и в итоге Беззубый оказался абсолютно ганг, не забрали никого, продамажили, ну и где этот дэмэдж непонятно. Безмастер фуловый, Феникс тоже абсолютно фуловый. И все, Гоудот потратил время. Примерно та же ситуация, которую Тималазия сделали на мидлейне. Хотя не уходит Гоудот. Рано в принципе уходить, сетка откатилась, да, не будет встана, но есть сетка. Сейчас еще и скелеты вызовут, вообще беда полнейшая для Безмастера. Эти скелеты поотрывают по каждой конечности кабану, а потом и Безмастером займутся. Нет, уводит, от греха подальше уводит своего тролля и скелетов не вызывает. Потому что полностью дисбаланс в доте случится, когда эти ребята появятся у нас на карте. Что, все все берут, все все юзают, непонятно где ФБ. Седьмая минута у нас уже пошла, намека на First Blood так и не было. Выход на Чейнсер. Муши с дабл дэмэджем. У Муши есть шекл, есть хекс. Всего по одному, но Чейнсу в принципе хватит. Если под сплитерс от Лешака залетит, еще и второго левела вместе с Лайтнинг Штормом, пульс новый. Да, Сайленсер развалится. Пока глобала нет, он в принципе нормальная такая жертва. Ну что, Муши у нас. Решил посмотреть, чем руна пахнет. 1-0. Команда Кэнс и Уэйпс забирает Муши на топовой руне. И все. И First Blood отходит у нас для Шейкера. Шейкеру, конечно же, на даггер, на ворды, на сулу ринге. Зачем тролль Варлорду забирать Фессблат, непонятно. Все это для Шейкера. Вейдинг Крэш в любом случае по опыту, по голде немного приподнялся. Где-то там должен был уже приблизиться к Кецеку. Ну, 3-150 у нас у Шторм Спирита и 2-850 у Вейдинг Крэш. Еще и на лайне у нас немного постоит, свое заработает. Куда Шторм делся? Шторм вот он. Шторм никуда не уходил. На хайграунде как стоял, так и стоит. Девардят, так профессиональный коллектив вообще, Кэнси Вейпс. Ворды, Девардинг, ганки удачные. Ченом умеют управлять. Крипов контролят. Правда, скелетов не вызывают. Это единственный минус, наверное, команды Кэнси Вейпс на данной минуте. А так, по-моему, вообще неплохо себя чувствуют. У Сайвенсера появляется уже Пауэр Трэдс. Есть Нул Талисман, есть Мэджик Стик. У Шейкера ничего, 270 на руках. У Никс Асасина тоже беда. 14 на 3. Но фарм остановился минуты 3 назад. Уже опасно подходить. Кабаны все эти, все эти бестмастеры. Феникс уже заработал себе 4-й левел. И, в принципе, может нормально навалять на линии. В любом случае, Кэнси Вейпс по лайнам вроде бы нормально себя чувствует. По золоту. Они проигрывают 1 тысячу. По экспириенсу тоже проигрывают 1 тысячу. Но это несущественно. Девятая минута. Один удачный фраг. Один удачный файт. Где убийств будет на 1 на 2 больше. И все это преимущество исчезает. А на ранних левелах, по-моему, команда Кэнси Вейпс более дееспособна. Все-таки здесь плюс 1, плюс 2. Чен с собой всегда водит. Ребята функциональные, ребята дамажащие. Да и танковать есть кому. Я говорю, конечно же, о зверях команды Кэнси Вейпс. Поэтому больше, конечно, ставил бы ставку на них в каких-то начальных файтах. Ну что, провязали смоук. Игроки команды Кэнси Вейпс австралийцы отправляются на нижний лайн. Охайо, 7-й левел. Праймл Роар здесь есть. Больше, в принципе, ничего себе Охайо. Деньги есть, но ничего не купил. Так, Джонни должны ловить. Прорывает у нас сетку и возвращается назад. Джонни под Сайленсом. Не смог отменить Икарус Дайв, потому что очень вовремя провязали у нас глобал. Вот, собственно, вам и Сайленсер. Разорвали на запчасти. Вообще, у нас Огненного Феникса отправили в таверню. По золоту сейчас где-то ситуация в сторону команды Кэнси Вейпс и пойдет. У Чена есть 6-й левел. Хэнд оф Гатт уже вкачан. По заработку Гоудот пока не сильно у нас вперед врывается. Так, у нас цепляют 3-4-3 на нижнем лане. Кэнси Кэмба пришел сюда. Сплит-ос у нас от Куху. И первый фраг для команды Кэнси Вейпс. Шторм... Ой, точнее, Тим Малайзия. Кэнси Вейпс впервые у нас за всю игру поняли, что тоже могут умирать. 9 минут 30 секунд. Первый тавер. Лишрак забирает у нас тавер. Уху-ху, уже на руках 1700. И я думаю, где-то близко замаячил выход в Бладстоун. Уже Sol Ring можно приобрести и даже какой-нибудь бустер себе докупить. Один из этих бустеров. Лишрак отправляется на базу Помани сильно просел Уэддинг рэш на мидлейне 49 на 9 крипстат Проигрывает на 500 у нас У Шторм Спирита Шторм на нижней лайн Отогнали отсюда Никс Ассасина Где ты? Ничего себе отогнали Вообще в другой половине карты у нас Никс оказался Странно, вроде бы должны пушить Кенси Вейп Все-таки Чен к этому обязывает А по факту один лайн уже снесли Тим Малайзия второй тоже практически доносит У Таура осталось меньше четверти хп Феникс перемещается на мидлейн Получить экспириенс До сих пор нет шестого, но уже очень близко У Эддинг рэша восьмой и практически девятый левел Вот вам пожалуйста и девятый левел У тролля Квилинг Блейд имеется Тут вообще залог успеха 144% равен Забирают нижний Тауэр игроки команды Малайзия Где пуш Кенси Вейпс Пора уже что-то организовать Ничего пока, ни хедрески, ни баклера для Чена не появилось Только тапок, только победа Но органбуцы и так имеются Хенд оф гад есть, если что, на подхил Пока можно и без мекки себя Показать Вот как неприятно У Хайу решил поступать со зверями Чена Через хенд оф медасу Беста уже, кстати, 1900 на руках Пока ничего не приобретает И исходя из наличия медаса в итем билде Бестмастера, дело идет к дагеру Обычно такие деньги в руках бестмастера Говорят о том, что либо будет куплен хенд оф медас Либо будет куплен дагер Но так как медас есть, понимаете, что второй Покупать вообще не вариант Значит, ждем дагер Ждем дагер И я думаю, что все-таки Малайзия может и где-то Какими-то некрами ответить Кенси Вейпс Есть, в принципе, кого тут без маны оставлять Того же Сайенсора можно И того же Чена понапрягать Да и Шейкер будет Если без артов, то будет страдать Недостатком маны Тут тоже, в принципе, по мане дела-то Не самые приятные Сайенсор, я думаю, наверняка у нас придет Ваганимы, скорее всего, в рефрешер орб Вроде бы и фармящий Чейнс Фармящий сайенсор Но это сайенсор не тот Который с руки убивает критами Там или скоростью атаки Нет, тот Я думаю, тот сайенсор Который жизни просто не даст После 30-й минуты Всей команде Малайзия Если, опять же, доживет до нее Пока у Кенси Вейпс Все, в принципе, в порядке По контролю за ситуацией Хотя по золоту проигрывают 2.5 По экспириенсу 500 Тоже уступают своим оппонентам Муж уже с вардами И здесь он ждет Ничего-то там Здесь он ждет Хоть какой-то подмоги Чтобы поставить варды И забрать Роху Выход у нас на мидлейн Сова пошла Пошел сатир-мучитель Дико крыл-потрошитель И сатир-мучитель Слишком серьезно Чтобы быть правдой Так, у нас Праймал Рор Пошел от Охайо Очень быстро Разобрали Шейкера Варды поставили Файт Пожертвовали Рошаном Ну, в принципе, для того, чтобы Сравнять счет по фрагам 2.2 счет на данный момент Без Шейкера Пока еще 15 секунд Команда Кенси Вейпс Должна будет, я думаю, Тауэр Дефать Потому что малазийцы Ну, должны как-то реализовать Этот фраг И пойти пушить Или будут ждать Пока у Муж откатятся варды Тогда мне им нечего Вообще сказать 3 с копейками Тим Малайзия выигрывает по золоту 750 по экспириенсу Пока что Страта Кенси Вейпс Закончилась на фраге На Фениксе На нижнем лайне То есть Заюзанный Глобал Чтобы кого-то там Где-то убить По большому счету Страта пока бездействует Никс Ассасин Входит у нас вендету Вижен есть у команды Кенси Вейпс А у малазийцев здесь Ничего Только Джонни подходит Должен в принципе умирать Ну, Туди Первая вендета И вот, собственно Она и окончилась Ребят, ну соберитесь Трешка Трешка зелени На кону стоит Я не знаю Это Это серьезные деньги Серьезные деньги За 9 дней Кто еще так зарабатывает Кроме меня Туди Вендете На Кецакэмбу Цепляет его Сразу же из вендеты Пошел стан Фиссура пошла Глобал у нас От Савенсера И есть подозрение Что Штарма не заберут Да, Штарма не забирают Уходит отсюда Ну Из вендеты не ударил У нас Никс Тут, собственно Посерьезки решил Подойти к ситуации Чтоб потом Никто ему не пихал В принципе в чате Не рассказывал Что надо Из стана Вместе со станом Выходить из вендеты А вот конкретно Дэмэджа от вендеты Не хватило Чтобы забрать Штарма Опять же Только дает На Штарма вендеты У нас Никс Ассасин Штарм отсюда улетает Собственно Это все понятно С реакцией у ребят Проблем наверняка Никаких не имеется На ЛОХП Шторм Уже есть Рецепт на ЮУЛ Осталось Приобрести себе Сейдж Маск Тут в принципе На Войт Стоун Накапало Варды поставили Игроки команды Кенси Уэбс Через диаболики Вторые Через варды От Шадоу Шамана Ну и через все Что может тут Предложить Охайо Разбирают у нас Роху Роха еле бьет Что Кабан Вообще с ним творит От бессилия Уже Роха По земле ударила Дала Эгис Шторм Спириту 2-2 счет По экономике Малайзийцы Сильно вырвались Вперед 4 тысячи Они выиграют По деньгам И по экспириенсу Полторы с копейками Тоже для Тим Малайзия Приехали Еще одна пауза Отпал у нас Шейкер Самое время Модный приговор Тут Организовать И посмотрим Кто что себе купил Форстаф Уже зарабатывает Себе бестмастер Никаких даггеров Поинт бустер Форстаф Даггер будет Как я понимаю Уже после Аганима И если будет вообще Ну почему бы и не быть У Феникса Есть Ранквил Буци У Лешака Рецепт на Бладстоун Готов Поинт бустер И Сол Ринг В Курьере Ничего не лежит Осталось Что там Лешему осталось Лешему осталось В принципе до Виталити Бустера Копейки просто Аркан Буци разбираются И Бладстоун Из них делается У Шторм Спирита 1100 на руках Где-то там 100 или 200 Сами посчитайте Остается до Юла У Шадоу Шамана 1958 На руках Шадоу Шаман Вот кто у нас Первый Претендент на серьезный Артефакт Под названием Даггер В составе команды Малайзия У Сайленсера Уже есть Поинт бустер И таки да Выходит в Аганим Ну Талисман Пауэр Трэдс 620 на руках У Тролль Варлорда Есть Доминатор Фейсбутс И Рейсбенд Почему-то Квиллы до сих пор Нету Тролля Тут я только понимаю Систему вообще У нас Тролль Варлорд Ломает У Никса Сассина Полный Галяк Тоже скорее всего Выходит в Даггер Насколько могу понять Ну и Шейкера 180 на руках Конечно же Выходит в Даггер Сейджмаск С Шейкеру Я собственно Не понимаю зачем Что это будет Базилка Не базилка Или Есть какая-то Вероятность того Что Шейкер у нас Отправится в Ю Не знаю У Чена есть Баклер И постепенно Собираются артефакты На Хедреску Там уже где-то Замаячит Мека Но Мека будет Очень поздняя Для Чена Реализация Чена Оказалась Ну будем откровенны Никчемной 16 минута Тавара Все у команды Малайзия Стоят Когда их будут Забирать зверушки Чена Непонятно Когда вообще Есть какая-то Есть ли вообще Вероятность Что у нас Чен Хоть что-то Кроме Хенд оф Гат Из-под собственного Фонтана Сможет сделать Пока что Голдот Не реализован Ну думаю Процентов на 95 Это точно Где 3-4-3 Верни мне Мой 343 Где Шейкер Да какой ДДОС Австралия Слов этих Не знает Вообще У нас не СНГ Коллективы Это не знаю Не Virtus.pro Играют Или Empire Или Navi Которые не могут От ДДОСа Никак защититься Тут слишком Серьезные ребята Слишком серьезные Деньги на кону Чтобы Кен Свипс От ДДОСа Не могли защититься За такие деньги Можно вообще В бункер Отправиться И Айпишники Использовать Которые Даже Компания Которая их Раздает Не знает Три тысячи долларов Вот сколько денег Кровавая рубка Просто Кровавый спорт С Ван Дамом Реинкарнация За эти деньги Я не знаю Все можно Все можно было Проконтролировать И 500 раз Позаботиться Чтоб самые серьезные Специалисты У нас обезопасили От ДДОСа Вся команда Три тысячи То есть Тройка И три нолика Две тысячи Плюс одна тысяча Шесть тысяч Деленые на два Тридцать процентов От десятки Короче Очень много денег Очень Это за первое место Платят Собственно Здесь по-моему Второе место Ничего не получает То есть Либо ты на супер коне Либо ты Где-то рядом Идешь и смотришь Как Не знаю Как жвачки Себе покупает Победитель Бейсболку С вентилятором Я вообще Слабо себе представляю Что на эти деньги Может серьезный Профессиональный Коллектив Себе купить Стролицы могут купить Я не знаю Какое-то Небольшое стадо овец Или могут и не купить Малазийцам Да не знаю Паспорт Какого-то нормального Государства Купить можно И переехать Наконец-то Три-четыре-три У нас вернулся Сделали ему Пересадку Сетевой карты Возвращается у нас Я так понимаю Более-менее В безопасности От супер-дедоса Но здесь Хотя Тоже Да не исключено Что какие-то у нас Интернет-террористы Завелись Из Южного Бутова Или откуда-то Которые поставили 12 долларов И теперь Собирают всех своих друзей По двору Чтобы дедосили команду Кенси Уипса То слишком они Хорошо играют Всякое может быть Собственно Глубока Душа русская Попробуй в ней Разберись Тролль варлорд Полторы тысячи Уже имеется На руках Пока что Ничего не получает Ничего не собирает У нас Сэнджин Яши Ну Как-то не Не пристало Серьезному парню Без Яши ходить В принципе Денег еще немного Остается до Яши Хотя может у нас Опять же Тролль варлорд Выходить в Ранний даггер И организовать Какие-то врывы Вместе с Зверями Чена Это тоже не лишено смысла Врывная сила У нас имеется Никс Ассасин Виндете должен Заходить и организовывать файт Даггер тоже у Никса появится Тролль может вполне Выходить в даггер Чтобы моментально Оказываться в файте Шейкеру с километра Дать фиссуру А там уже Подойти можно Всегда будет успеть У Чена Неплохой набор По зверям У нас тролль Такой отжигает А в окошке Тролль постоянно На тусе Самый позитивный По-моему Крип из всех Причем странно Смотреть Стоит абсолютно Спокойный тролль Некромант На карте И Такое в окошке Творится Никс пошел У нас Эншентов Фармить Дота Сошла с ума Выход от команды Малайзия На мидлейн Вейдинг рэш Агрит на себя Крипов Агрит на себя Кабана Тут звери против зверей Настоящая бойня Кенси Уэйб Защищают свой Т1 И малазийцы Отходят Не ожидали они Что сюда может выйти Целый тролль Вместе с Урсой И развернулись Пошли назад Здесь тоже Ребята Кстати кстати циклона Ты от кого От кого циклон Я не очень понял Не вижу здесь Дикокрыло Потрошителя А здесь Вот он Вот он Сюда подошел Вообще Забирает у нас сову Нашли самого слабого Нашли кому отомстить И у Хай Еще разобрал его На Хенд оф Медас Пока что Малайзия играет Только против Крипов Чена На самих игроков Кенси Уэйбс Им фиолетово Ну и Кенси Уэйбс Не очень рвутся В бой Как я вижу Появляется Яша У нас для Уэйдинг Крэша И Для Чейнца Появляется Огр Клаб До Аганима Остается еще 2000 по золоту Для Чейнца Чейнц отправился Фармить на нижнюю линию Пока его не беспокоят И он собственно Фармом занимается Бладстоун появляется У Лишрака Как прорвало У нас ребята На артефакты Видимо не зря Была пауза Такое ощущение Что пока у нас пауза была И капали дальше деньги Шторм пошел Опять заниматься Зверями Чена К себе К себе притянулся И Такой Вид был Как будто Чен Их просто обнимает И успокаивает Ребята Больше такого не повторится Все нормально Куху На мид лейн Есть диаболики Третьего левела Чего собственно ждать Праймал Роар У Битсмастера есть Кричи Выталкивай на себя Вот примерно сейчас Наверное это будет Вейдинг Крэш Решил Кабана Немножко подспамить Ну и все Тауэр можно донять Примитесь дружно за Тауэр Потому что заберут Заберут одними диаболиками Все Тауэр Чен Забирает Потеряли на мид лейне Потеряли внизу Потеряли на топе Тауэр игроки Команды Кэнс и Уипс У них в составе Еще раз говорю Есть Чен И Чен ничего Пока не делает Только дефает Или дарит Битсмастеру Своих крипов Уже имеется Мека Уже есть Аркан Буцы Еще и тысяча По золоту сверху Шейкер Тоже у нас Относительно Нищенствует Появились только Транквилы У Никс Ассасина Даггер есть Четыреста еще сверху Никс Кстати не реализован Вообще Один фраг у него есть Но это как-то смешно На двадцатой минуте Никс Ассасин Вообще смешно На двадцатой минуте Четыре фрага Ну что У нас готов выход Ничего себе Как далеко Малазийцы зашли Глобал пошел по всем Подков по двоим сразу От Шейкера Крутейший Эхо слэм Кецакомба Падает у нас Теряет Аэгис Куху горит по всем Надо забирать Быстрее лишь широка Потому что сами заберутся Все Кецакомба Дальше на Гоудота Гоудот разваливается Три в три Три в три Плюс потери на Аэгис Четыре в три Уэддин Крэш За Кецакомбой Под Сайленсом Ну еще Недолго быть В принципе Под Сайленсом Должен отсюда Шторм уходить На Клифф Залетает у нас Шторм И валить Как можно быстрее Охайот Паут И Уэддин Крэш На тебе Урса На тебе Пошел Нашел Злобу Свою На ком выместить Развалил Урс Четыре в три Подрались Подрались В пользу команды В пользу команды Малайзия Да Удивительно Даже почему Четверых потеряли Малазийц Да Это всего лишь Потерянная Аэгис От Шторма Но Почему так Случилось А кого там Ладно Пропустила А кого там Забрали Видимо Еще наверное Зверей наковыряли И где-то там По золоту Поднялись В файте 5-5 Становится счет Счет по-прежнему Равный По графикам Малазийцы 5 с копейками Выигрывают По экспириенсу 4 с лишним Но Что приятно Переместился Вот сюда Вот на эту точку Смог провязали Игроки команды Кенси Вейпс В активные действия Но Обосновались Малазийцы Я смотрю Во вражеском лесу И сейчас Могут быть у них Проблемы Выталкивает у нас Сам себя Ухай Бежать отсюда Фиссура Никого Абсолютно Не закрывает И Тим Малазия Из файта уходит Драка закончилась Не начавшись У шаду шамана Появляется Юл Вот так вот Нет даггер Муши собирает А Юл Кстати Муши вчера Это какой-то просто Гид абсолютный Был по Использованию Шаду шамана Ни одного Абсолютно Так ладно Потом расскажу Кеца Кэмба Врывается у нас На Чейнса Чейнс на лоу хп Глобала 20 секунд Еще нет Под Сайленсом Кеца Кэмба И надо забирать шторма Слишком нагло Он себя ведет Муши поставил варды И вся команда Кэнс и Уипс Просто горит здесь Куху вместе с вардами Как же Черт возьми Больно Куху Трипл килл Под вардами Забрали Тауэр Дальше гореть Четыре в один Разменялись Шторм спирит живой Под Сайленсом Смог уйти Своими ногами Бистмастер Единственный Кто у нас Отлетел в таверну Куху Диаболики провязал И на Тауэр И Тауэру Невероятно Больно В принципе машина есть Бэкдор протекшена Не было Лишрак отсюда бы Пожалуй Ушел бы 22 минуты У нас Сыграно По золоту Сейчас обновятся графики И посмотрим Тим Малайзия Должна сильно вырваться Ну Как я понимаю Повторяется тенденция Прошлых матчей Первую игру КСВ сливают По любому Вообще Если где-то в тотализаторе Можно там ставить ставки Вот я не знаю Мизинец даю На отсечение Ну ладно И не свой причем Но Даю что Кенси Уэйпс Первую катку В любом противостоянии Бест оф Три Сливают У них такое ощущение Что как-то уже Традиция Сложилась Которую они не хотят изменять 9-6 Они проигрывают сейчас И у них Из внешних товаров Только Т2 на мидлейне И Т2 на топлейне Все Абсолютно все Без исключения Все 6 внешних товаров Тим Малайзия Стоят Некоторые даже Не тронуты Вообще Нету Ну чуть-чуть Поцарапанный Тауэр Это даже Не считается Один крип случайно Плечом задел Выход у нас от Охая На тролль Варлорда Наорали у нас На Вейдинг Крэше И бежать Что ты за человек такой А крикнул что-то в спину И валить сразу Охая только-только Праймал Варлор Произвал И бегом-бегом Где-то к своим товарищам Это вообще Это не серьезно даже В любом случае Отделался у нас Испугом Тролль Варлорд Сэнджин Яша Уже есть Есть Доминатор Есть Фейсбот Шадоу Шамана Есть Иул Так вот Да вернусь Я к Муши Муши Вчера играя Против Сейчас скажу Против кого Вспомню Против Сигнейча Да по-моему Уграли Малайзия В полуфинале Так вот Муши 100% вардов Ставил вокруг героя Все получалось Идеально Ни одного варда Не было Ни одной пачки вардов Не было поставлено Чтоб кого-то там В них не закрыли И не сделали минус Муши На Шадоу Шамане Просто гениально Действительно отыгрывает И по фарму Все у него хорошо И по левелу И как-то так складно Все получается Всегда там где нужно Но ну Тут в принципе Повторять не буду Да имя Имя нашумевшее Имя известное Где у нас только парень Не поиграл И где только Чего не повыигрывал Почти как габлак Уедин Крэш На топ лейне С ним под смоком Два человека сразу Я так понимаю Байтят у нас на одного тролля Чейнс 3-4-3 И Туди Отправились во вражеский лес Сразу два варда От команды Малайзия Два Сентрика Ну в принципе Вижна Мне так понимаю Не давали Потому что Крипы еще не подошли И все В лес у нас Группа Оперативная группа Террористов вообще Отправились в лес Будут Кого-то искать Правда Все игроки Команды Малайзия Которые могли быть в лесу Находятся во вражеском лесу Тролль Варлорд Произвал нас ульту Скорее всего на Энш Так нет Тауэр у нас забирает Тролль на топе Готовится выход у нас На Шторма Шторм без Сайленса Должен отсюда уходить Не дойду до Шторма Выталкивает его на хайграунд И лететь отсюда Шторм В пятером Кэнс и Уипс На мид лейне Точно так же в пятером На миде Малазийцы Роха появился У Муши есть Варды 25 минут 6-9 Как-то бесфрагово Вообще Играют герой Играют игроки У нас обеих команд 6-9 Это действительно Очень мало За 25 минут 10 тысяч по золоту Тим Малайзия По экспириенсу Тоже десятка Для малазийцев Диаболики Врашана Туда же Сплитез Вот какая Огромная курица Ну Роха здесь В принципе От двух саппортов Рассыпается Хотя Лешака Относить к саппорту Дать Действительно Кощунство Все-таки Парню отдали Легкую линию Формить соло Лешрак У нас серьезный керри Никакого Саппортинга От него нет Да и опять же 5-1 идет Лешрак По-моему Больше всех У нас Кедау Да так и есть 2-0 Шторм Спирит И 5-1-3 Идет куху На Лешраке Единственный Тауэр За 25 минут Забрали на топе Игроки команды Кэнси Вейпс Больше выходов На товара нет Что там с Ченом Почему такая беда У Гуркла появляется До Аганима Еще Еще 2000 1800 У Чена Осталось У Шейкера До Даггера Еще собирать И собирать У Никс Ассасина После Даггера Появляется Урн оф Шадоус До сих пор не грейден Этапок Возможно и не будет Грейдиться данный этап Тролль Варлорд Приобретает себе Митрил Хаммер И остается 700 С копейками До БКБ У Сайленсера Есть уже Аганим Это невероятно Приятно Нул Талисман И Пауэр Трэдс Для Чейнса Со стороны команды Малайзия У Шадоу Шамана Йоул имеется Боин Бустер Тоже имеется И 1000 по золоту Сверху Ну купи же себе Арканы Какие-то Потому что Шадоу Шаман Ну вот пожалуйста Бегает без маны Там гляди Какое пополнение будет У Лишрака БКБ Вот-вот Прилетает Куху Или Куху Перелетает у нас К БКБ На собственный Фонтан Забирает БКБ Бладстоун Есть Бутс оф Тревел Имеется Лишрак себя В последнем файте Уже показал Там трипл кел Но там невероятно Сложно драться Под пульс Новый От Лишрака Под Диаболиками И конечно же Под Вардами Расты Еще и такой Надоедливый Шторм Спирит Летает Постоянно И цепляет То одного То другого То третьего У меня бы такой Халат был Я бы тоже летал Бесил всех Сторм Спирита Даже больше Ну и готовится Выход в Бладстоун Насколько я понимаю Познний Бладстоун После Юла После ПТшки После всего на свете После БКБ Но Тоже лишним Наверное не будет Потому что Малазийцы Мне кажется Больше имеют шансов На убийство Своих оппонентов Чем Кэнси Уэйвс Уэйдинг Крэш Самый смелый Подошел Под дефать Под смоком Игроки команды Малайзия Врыв пошел Уэйдинг Крэша Туди Дай же ты под коп Что с Туди Туди у нас Врывается Под коп Под двоим Под БКБ Бегает Куху Глобал прошел У нас от Кэнси Уэйвс Праймал Ро Ротахай Уэйдинг Крэш На лоу ХП Варды его доедят Ульта пошла От Феникса Все живы В составе команды Малайзия Джонни выходит У нас фуловый Ну и анстап Абл для Куху Забирает еще и Чена Все Варды стоят Разваливают всех Кого надо развалить Линию подпушат Ну и Чейнс Пытается по чуть-чуть У нас что-то расковырять Ничего не получается Просто файт 2 в 0 Да не жалеют Варды у нас Муши И чего собственно Их жалеть Не жалеет вообще Живота своего У нас Лешрак Врывается файт Сильно огребает Очень сильно Но не так сильно Как огребает Команда Кэнси Уэйпс Полторы тысячи У него после Бладстоуна И я думаю Не лишним Лешраку Вообще будет здесь Вагоним выйти Пуль снова дамажит Невероятно мощно 12 зарядов В Бладстоуне ХП Предостаточное Там еще и Агоним Где-то 450-500 Даст ему С двумя С тысячами ХП С таким монорегеном Почему бы Не бегать Появляется Агоним У нас для Бестмастера Даггера до сих пор У Хаю нет И есть подозрение Что и не будет Даггера Хотя я вот тут Как-то ванговал После Агонима Приобретения Даггера Пока что У Хаю бегает без него Мидас тоже на месте У Шторм Спирита Деньги-то Ушли у нас куда-то Воркет у нас Вышел в Шторм Спирит Вот так вот Сол ринг Остается И Бладстоун до лучших Времен откладывается Теперь у команды Кенси Випс Невероятные проблемы Что неприятно Это то что Голдот становится Бесполезным Потому что Мне кажется что Цель Команды Кенси Випс Это все-таки Исключить у нас Чена из файта Чтобы вообще Не было подхила Подсейва У Кенси Випса Дальше разобрать Всех Потому что Дэмэдж у нас Не берстовый От Тималазия Входит Никто особенно Ничем там Не дамажит Бестмастер Самый резкий Врывается у нас Практически без дэмэджа С Праймал Рора А все гниют Потихонечку От Лишака От Диаболиков И от Пульс Новый И да Чен здесь действительно полезен Потому что Моментально восстанавливает Там 500-600 хп Но если Чен у нас Будет под Оркетом Сами понимаете Команда Кенси Випс Просто догорит Потому что первым Умрет Чен А дальше за Ченом Все отправятся В таверну Ну что Малазийцы Решили выйти на хайграунд Поставили ворды Кецекомбак Как невероятно мощно А то его продамажили Опять ДД что ли у нас У Никса Все просто потеряли Айгис Не уходят Ворды стоят Ворды Тауэр пилят Сейчас подходят уже и крипы Так Врыв у нас пошел в Ченца На него прошел Оркет Под БКБ у нас Шторм Спирит Глобал Ченц Не успевает дать Нет Олл Хилл И успевает у нас Глобал дать Чейн Студи Ну ковыряй же их Какой крутой Эхослэм у нас От Шейкера Все почему-то На фулл ХП у нас Потеряли только Игроки Малайзии Потеряли только Феникса Ну и потеряли Так же Лешрака Муши тоже здесь Разваливаются Вот это нашла Коса на камень Вышли на хайграунд Тауэр стоит А вот три игрока Команды Малайзии Отправились В таверну у нас 9-11 Ничего себе Кэнце Уипс Дела-то свои Выравнивают 3-800 Заработали И 838 Малайзийц у нас Потеряли Ну и по экспириент Так у нас еще Имба может Развалиться здесь Бедный шторм Айяйяй Просто не выпустили Вообще Из стана Даже Батл Транс Тролль у нас Не провязал Просто руками Разбили лицо Некрасивому мужчине В женскому халате 10-11 Черт 10-11 Тауэр забрали Я боюсь графики вообще смотреть Сейчас у нас Супер камбэк Вообще Камбэк Камбуля Произошел Наверное не на фул Голду Не на фул экспу Но Серьезная заявка На какой-то камбэк Так все Три-два-один Начинаем Смотреть графики Нет Рано Рано Попозже посмотрим Дайте ребятам обновиться У Гоу Дота Появляется Аганим Удачно подрались У Чена Появляется Аганим И пошел он забирать Древнего Гранитного Голема Больше собственно Его никто не интересует Для того Аганим и приобретался Ну и конечно же Нормальный кулдаун На Хенд оф Гат Все Голем пошел Это 2 500 По ХП Это Опять же Дополнительное здоровье Для всех Абсолютно Это серьезный буст Для команды Кенси Вейпс Они Медленно умирают Они умирают очень верно Если драться приходится Но медленно И эта дополнительная ХП Она явно станет в плюс Кенси Вейпс 10-11 Все графики обновились Теперь можно посмотреть 17 тысяч Проигрывали И где-то до 11 Спустились графики По Экспириенсу Проигрывали 17-18 Сейчас 9 Еще один Файт И графики упадут в ноль Еще два таких файта И графики будут в пользу Команды Кенси Вейпс За которых я конечно же Ни в коем случае не топлю Абсолютно Нейтрален К обеим командам У Тролль Варлорда Есть Даггер Есть 9-секундный БКБ Есть Сенжин Яша Вейдинг Крэш У нас 2-2-4 По убийствам В принципе ситуация не самая лучшая У Чейнса тут 2-0 Тоже не самый крутой парень Но все по чуть-чуть Со стороны Кенси Вейпс У нас убивали героев Давайте посмотрим на Нетвордс На первом месте Куху У него 16 тысяч 14 с половиной У нас Увейдинг Крэша Тролль Варлорд На третьем месте У нас Кец и Кэмба На Шторм Спирити Вот Шторм запакован Конечно да нельзя вообще Хотя и Тролль Варлорд Запакован достаточно прилично Охайо на четвертом месте Медас Аганим и Форстав Напугал всех Туди И бежать отсюда Бежать 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 Еул есть 1800 на руках В принципе Рецепт точнее на Еул есть Ну и Еул По золоту уже готов Продавать отсюда Мэджик Стик быстрее И покупать Войд Стоун Просто как Под мою диктовку Туди действует Потому что он всегда делает То что я ему говорю Ну и немножко осталось золота Ничего не осталось Все в принципе Туди уже собрал себе Готовый Еул По моему Два Еула В составе команды Кенси Випс Если я не ошибаюсь Да Я немножко ошибся Шторм Спирит Врывается у нас на зверей Давай Голему расскажи Теперь какой ты сильный шторм Голем отсюда уходит Все Серьезный старший брат Вернулся из армии Теперь не надо мамочке В виде чена Ходить рядом И защищать своих зверушек Тут у нас Гранитный Голем Занимается данным Делом Немножко осмелели Кенси Випс Уже позволяют себе Перейти через реку Отправляются во вражеский лес Там что-то проверяют Но это хорошо Они не потеряли Ни одной линии Да у них сильно Надамаженный тауэр На хайграунде По топу И половина Вышки По нижнему лайну Снесено Но в принципе Фуловая стоит Вышка на мидлейне Я думаю Малазийцы уже должны задуматься Тратить ли здесь Варды на Рошана Если Руху забирают Все Задумались Очень долго у нас Муши думал Моментально Поставил варды И все И пошел бить Кабан бьет Муши бьет Влетает Но на Шторм Спирит Для него Аэгис Что неприятно То что Шторма Приходится два раза Забирать Это безусловно Минус Если бы какой-нибудь Там Не знаю Муши у нас носил бы Аэгис Было бы повеселее Для команды Кенси Випс А так Шторм и так Неуловимый Ты попробуй В принципе Одну жизнь ему сломай А сломать ему две жизни Только во втором Сезоне Какого-то Бразильского сериала Может быть Шторм Спирит С сыром Да Все-таки Вот так решили Шторм Спирит У нас с сыром И Клеш Раху Отходит у нас Аэгис У Куху Уже имеется Шива с Гвард Есть у него БКБ Бладстон 8 зарядов Что неплохо Для команды Кенси Випс И Бутсов Тревел Для Лешего Тоже имеется Запассивили Как-то нашу доту Файт Если происходит То только на Заходе на хайграунд Вылазок практически нет Но здесь же Не просто так стоят Игроки команды Кенси Випс Видимо просто Веден Крэш Отходит у нас подальше Вот это засада Все деревья здесь Проломали Вот это будет Месиво сейчас Правильно Абсолютно согласен Рисует у нас уже Где кто будет находиться Ну что ждем Это будет по-моему Эпичнейшая драка И она либо С дичайшим провалом Для Кенси Випс Будет Либо Все-таки С нереальным Бустом для них Веден Крэш Рывается у нас В рельн аксесс Не по кому вообще Туде рассыпается Какой эхо слэм От Шейкера Сломал все Деревья Вокруг себя Всю пустоту Уничтожил Просто И этот эхо слэм Стоил в принципе Первой игры команды Кенси Випс Големов разваливают Эхо слэм у нас Просто по земле Земля горит Шейкер доволен Минус 4 Делает Малайзия И даже скорее всего Кенси Випс Делает минус 4 Для себя Это было самое серьезное Самое массовое самоубийство За всю историю доты Ворвались под каток Посмотрели Как он на них Медленно-медленно наезжает Развалились Все по чуть-чуть И отдали Минимум одну сторону Но я думаю Что на этом не остановятся Укуху Диаболики Через 8 секунд Что там урасты Шатушамана есть ворды Ворды уже Внизу ставят муши С агонимом ворды Это означает Что ворды дамажат Ой-ой-ой Как много Муши уходи отсюда Муши Это он играется Или со мной Или с Тауэром Я так не понял Тауэр у нас в любом случае Падает Мид тоже у нас Постепенно горит Только-только Появляются игроки Команды Кенси Випс И догонять Кого тут собственно догонять Куху сейчас развернется И лешака у нас уничтожат Улетает отсюда Шторм Спирит И все отсюда уходят Все спокойно Своими ногами Без проблем Отсюда уходят Кенси Випс Тут вообще задумка 5 Исполнение 2 с минусом Получилось на топ лейне Таких эхо слэмов Дота давным-давно не видела Потому что я очень давно Уже не играл на шейкере Ну и 3-4-3 Дух старой школы Тролль Варлорд Покупает себе Ultimate Orb Ведин Крэш Решил все-таки В статы отправиться Потому что слишком Быстро льется Собирает себе Как я понимаю Айов Скаде Больше собирать нечего У Шторм Спирита После данного файта После данного штурма Базы Кенси Випс Появляется Бладстоун 12 зарядов у лешака В Бладстоуне Ну лешак вообще Здесь атомный реактор К нему сложно Будет подойти Во-первых Пульс нового Во-вторых Диаболики В-третьих Шива Еще не знаю Радианца разве что Лешаку не хватает Чтобы просто все Все живое вокруг Сгорало у нас Врыв пошел у нас На На кого? На крипов Решил ворваться Шторм И это все бессмысленно Куху сжигает крипов И голые бараки Стоят здесь Голые бараки на мидлейне Если будут мега крипы Дефать от мега крипов Некому Нечем И бессмысленно вообще Я думаю это какой-то Финальный пуш Ну что на Вейдинг Крэша Наорали у нас Пошла ульта у нас От Сайленсера Поймали Куху Куху Не включил пульс нового Куху просто отсюда уходит Шторма забрали Поднимает Лешрака Лешрака надо цеплять По нему Ласт Уор Леший почти без маны Уходит отсюда Тим Малайзия Таура Свои Бараки точнее Свои Команда Кент Суипс Состояло 40 минут сыграли Давайте графики глянем 20 с копейками Малазийцы По золоту По экспириенсу Тоже 20 с теми же копейками Чуть-чуть поменьше У Лешрака Появляется Тараска Мне кажется Куху троллит Команду Кент Суипс Скоро станет Каким-то неубиенным Вообще Героем Хотя разбирают Лешрака быстро Все укрепляется 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 Конечно Статы это всегда хорошо Но Леший у нас В любом случае Мягковат Будет для Лейтгейма 24 здесь По дефу И 3000 по 3000 по ХП у него Вроде бы Если так на бумаге Теоретически Да я понимаю Что такого Лешрака Сложно убивать Но вот практика Показывает Что Лешрак у нас Сыпется очень легко Если только В него вгрызается Тролль Варлорд То Леший у нас Очень-очень Быстро отъезжает У него нет Встроенных воротов У него нет Никакого эскейпа Ему надо долго жить И сильно бить Но для этого Его не должны бить Если он хочет жить долго Ну глянем 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 ХП регена В файте У него не будет Понятно Бладстон тут Не сильно регенит А Тараска В файте Не работает Поэтому Если Его выцепить То можно было бы Как-то Но опять же Тут очень много Вспомогательных Каких-то Планов Б Планов С Здесь есть Шторм Спирит Здесь есть Охайо Который кого угодно Застопит Здесь есть Муши С кучей Дизейбов Врывается у нас Шторм На хайграунд В деревьях Шторм Пошел у нас Глобал От команды Кэнси Випс А зачем Зачем Глобал И все Вот тебе ответный Локальный Глобал По Чейнсу Чейнс Сайленс И Чейнс Скорее всего Разваливается Умирает у нас Чейнс Веден Крэш Начинает грызь Шторма И это бесполезно Куху горит И Куху Не дамажится Да вот теперь все Бумага у нас На практике реализована Куху В принципе Достаточно крепкий Файте Эхо слэм От Шейкера По Джонни Джонни не рассыпается Здесь Поднимает себя Вьюл Джонни И в итоге Джонни забрали Веден Крэш Тоже отправляется В таверну Сразу же Байбэ Куху Сыпется Куху Умирает он здесь Даблкил у нас От Шторма Ну тут месиво Вообще у нас Происходит Непонятно Кто кого убивает Нет даже Возможности Перелететь Через забор Здесь Шторму Он себя динает То что Шторм Сам себя задинаил Не исключает Того факта Что не снесен Топ точно Так же снесен Еще один заход От малазийцев И Т Не Т А бараки По мидлейну Так же упадут Если бы не Байбэки Конечно Кэнс и Уипс Нормально бы Себя здесь чувствовали А так Файт в принципе В пользу Да не в чью пользу 15-19 Сейчас По золоту Больше 20 тысяч Малайзия По экспириенсу Чуть-чуть меньше Чем 20 тысяч Тоже малазийцы Айяяяяяя Австралийцам Ничего В принципе Не остается Кроме как Стоять и ждать Смерти Необратимо Либо же Есть второй вариант Провязать смок Продать все Купить 150 рапир Пойти этими рапирами Бить головы команды Малайзия Если получится Ну здесь Реально нужен Какой-то сумасбродный Совершенно мул Вот примерно такой Как они думали здесь В данных елках Организовать Просто С нормальной реализацией Что-то такое Что могло бы Переломить ход сражения Что могло бы 5 в 0 5 в 1 5 в 2 Хоть как-нибудь Но сбить заряды В Бладстоуне Например Лишраку Тому же Шторму Сбить заряды В Бладстоуне Еще раз Отправить их на 3 Просто как-то Деморализовать Команду Малайзия Все это В принципе Возможно Но при нормальном Врыве И очень удачном Стечении обстоятельств Пока что Все не в пользу Команды Кенси Випс И как перевернуть В пользу Австралийского коллектива Ход Вещей Я толком Честно говоря Не знаю Муши в инвизе У Муши Обливин Став Уже появляется И 800 на руках Осталось приобрести Персик Рецепт И Муши Сам закончит Эту игру Вот так вот Очень просто Никс Ассасин У нас отъезжает От Шадоу Шамана Муши поставил Все что необходимо Было Поставить на Никс Ассасина И ушел С даггера Минус Никс Ассасин Но и минус Варды Пацаны Я развел его на варды Гоу фарт Гоу фарт Пацанам действительно Надо гоу фарт Потому что Лешрак через диаболики Сам заберет Да все Сгорает у нас Рейнжевой барак Произвали глиф Игроки команды Кэнс Ассасин Выкупается Никс Ассасин 30 тератоп Здесь бегает И пытается Хоть что-то сделать Громозавр Бей же их Под БКБ Шторм Спирит БКБ сейчас Закончится Можно будет попытаться Его ловить А стана нет Меняемого стана нет Оллхилл пошел от Чена Хенд оф гад Тролль варлорд Сгорает у нас От Кухо Отправляет его На базу Чен Ну что Что Минус Один сделали игроки Команды Кэнс Ауэйбс Забрали они здесь Феникса Сами сильно битые Но живые И отстояли Отстояли тавр Без вардов Не самый вменяемый вариант Для Тим Малайзи Варды будут через 40 секунд Я думаю Муши Тот То окно быстрого чата Я уже жалею О своем решении Муши зря Наверное Потратил варды У нас на Никс Ассасина Без вардов Таура Стоят В принципе Непоколебимо Голдоту Надо пополнять Стадо 3000 по золоту Ученьца Есть Персеверанс Остается Где-то 800 Остается До Рефрешер Арба Спасет ли он Команду Кенс Уипс Не знаю В принципе Товара бьются У нас не скиллами Товара бьются руками Бараки Тоже собственно Бьются руками А не скиллами Поэтому После глобала Малазийцы могут Смело Как ты его заберешь Здесь Это все бесполезняк Абсолютно Гоняют Вейдинг Крэш Вейдинг Крэш Если умирает ГГ появится Вот сейчас Собственно Я думаю Драться уже Не по шансам Ну я так понимаю Просто развлек Разливкаловка Для команды Кенс и Вейпс Ходят еще посмотреть На доту Дота для них Закончилась В данном матче 0-1 Они проигрывают Тим Малазия Выигрывают эту игру И вполне уверенно Страту свою Реализовали Если у тебя есть Шадоу Шаман Просто ходи По кд вардов Бей Товара Бей Стора Примерно так это и было Когда Ну как фейл Просто Небольшой ступор В динамике Развития команды Малазия Это когда Потратили варды На Никс Асасина Ну а че Прикольно смотрелось Все равно Ладно Тим Малазия у нас Выигрывает первую игру Напомню Это Best of 3 Нас ожидает Еще минимум Одна Максимум Две карты Смогут ли Кенс и Вейпс Опомниться И чем-то Сменяемым Ответить Команде Малазия А лучше даже Невменяемым У них очень хорошо Получается Реализовывать Невменяемые пики С невменяемыми Стратегиями Ну и Превращать их В настоящее искусство Я в любом случае За искусство Все Услышимся через 2-3 минуты Пока что Немного графики Музыки Не переключайтесь Кто у нас тут Новенький появился Не забывайте Нажимать follow На нашем твиче Для нас это очень важно Давайте уже эти Проклятые 2500 Рубеж Перейдем Подписка у нас Абсолютно Бесплатная Все вообще у нас тут Бесплатно И я бесплатный И голос И картинка Все бесплатно Поэтому жмите follow Заходите в группу Вконтакте Подписывайтесь Ну и конечно же Заходите на Наш канал на ютубе Там Все вводы игр Которые Приходилось стримить Уже Да уже Третий месяц Третий месяц Мы в эфире Все Пока небольшая пауза Услышимся через 2-3 минуты Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok